Приветствую вас, давайте разберем ваш запрос. Мой муж долгое время держался, не употреблял вещества, и он кодирован. Недавно он что-то употребил в гостях у брата. Не спал, не ел два дня. Не смог выйти на работу. Про вещества, когда употреблял раньше, говорила я с его матерью, но она сказала, не переживай, он скоро умрет. Поддержки со стороны его родственников никакой. Брат такой же. Я не могла спать, много плакала, просила его, чтобы он пустил меня, что я больше не могу. Он обвинил меня, что я заставила его закодироваться, и он теперь не может расслабиться. Сейчас умоляет остаться, говорите, что в последний раз. Я все рассказал маме, она говорит, если повторить и уходить, мне очень плохо, помогите разобраться, пожалуйста. А с чем вам помочь разобраться здесь? То есть, ну, конкретно в этой ситуации с чем помочь разобраться? Мы видим зависимого человека. Мы видим человека зависимого от зависимого человека. То есть, с иними словами, ну, сезависимого человека. И, собственно, в целом, у вас созависимость, и вам нужна психотерапия. Такая же, как, в общем и целом, вашему мужу. Вот и все. То есть, вам нужна психотерапия. Вот. В данном случае, чего вы хотите? Какую задачу ставите перед психологом? Для меня не совсем очевидно. Как мне кажется, не очевидно и вам. Поэтому необходимо здесь сформулировать ваш вопрос. Необходимо здесь сформулировать ваш запрос, чтобы мы смогли вам помочь. Вот и все. Честно говоря, даже вот добавить, на мой взгляд, особо и нечего здесь. Ну, давайте все же пройдемся. Итак. Да, изучите тему созависимости самостоятельно. Значит, вы пишите, когда он употреблял, а раньше я говорила с его матерью. Зачем? То есть, у меня вот есть такое ощущение, да, что вы от всех ждете помощи. На мой взгляд, ну, подобная... подобная позиция. Это позиция жертвы. И ничего хорошего из этого не будет. Поэтому попробуйте для себя сами выявить, почему я разговаривала с мамой на эту тему. Зачем? Я с ней об этом говорила. Я не могла спать и много плакала. От чего? Просила, чтобы он отпустил меня, что я больше не могу. Почему вас кто-то должен отпускать? Почему вы не можете идти сами, если хотите? Как будто бы здесь нужно вам разрешение. Он обвинил меня, что я заставила его, и теперь он не может расслабиться. Как вы на это отреагировали? Сейчас умоляю тебя остаться, говорите, что это последний раз. Это не правда. Значит, я все рассказал о маме, она говорит, что если повторится, уходить не очень плохо. От чего? То есть давайте как-то вот попробуем, может быть, описать ваше психоэмоциональное состояние в США. Может быть, попробуем его описать, выразить, начать выражать, проживать. А там уже видно будет то, чего хотите вы, видно будет то, в чем вы нуждаетесь, видно будет то, от чего вам плохо и так далее. Но пока что, пока что, я бы сказал, что ситуация скорее больше не ясна, ну в деталях не ясна, в общих чертах, конечно, конечно, в общих чертах, конечно, я бы сказал, что все понятно, ну именно в общих чертах, вот. Но в деталях нет, в деталях пока не ясна. Поэтому с этим нужно разобраться, как мне кажется, нужно разобраться, это нужно, ну, поисследовать, поисследовать. И дальше будет видно, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Я бы так, наверное, наверное, вам ответил бы с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Понимаете, да? Понимаете, понимаете, да? А чего хотите вы? Если так вот смотреть, в чем вы нуждаетесь? Если так подумать, что вам нужно? Могли бы вы для себя это сформулировать или нет? Если у вас такая возможность, то есть если у вас возможность сформулировать то, что вам нужно, было бы как минимум неплохо. В целом, есть ощущение, что вы как-то очень сильно зависите от того, что делает человек. Есть ощущение, что вы как-то очень сильно зависит от того, ну, как он себя ведет, как он действует. Действует. Вот. Что он делает. Есть ощущение, что вы от этого очень сильно зависите. И хотелось бы, хотелось бы, понять, как это связано, как связано то, что вы от человека настолько зависите. За счет чего? Вот. Так ли вы, например, себя, допустим, не любите? Так ли вы, например, себя не, ну, вот, ну, не цените и так далее? А может быть дело немножечко и не в этом? То есть может быть, эм… Дело в всём по-другому? Например. Понимаете, да? Кашбук. То есть тут нужно смотреть. Конечно. Тут нужно смотреть, исследовать, вот, помогать вам в этой ситуации. А то вы, судя по тому, что описываете, вот, ну, именно, именно, именно судя, именно судя, потому что описываете вы, эм… Я бы сказал, что не можете, эм… Ну, без… Ну, без… Эм… Ну, без… 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 Без мужчин… Без мужчин… Эм… Ну, своего. Эм… Эм… Как будто бы… Очень ну и дайте с ним. А это, возможно… Только… В том случае… А… А… Когда… Вы неинтересны… Сами себе. Вот, если вы… Сами… Сами себе неинтересны… То это повод… Повод… Преследовать… Свою жизнь. Ну, имеется в виду… Имеется в виду, да? А… Вашу… Вашу собственную жизнь. Вот. И… Тогда… Может быть… Ситуация станет… Вам… Яснее… Понятнее… Может быть, она будет для вас… Не такой тревожной… Не такой тревожной… Как сейчас. Вот. Но всё же, на мой взгляд, начать нужно… С… С… Того, чтобы… Сформулировать свой запрос. Чего я хочу… Как я хочу… И так далее. Понимаете? Понимаете, да? О чём я имею в виду. Что я имею в виду. Так что… Будем разбираться. Я полагаю. Я надеюсь. И… Я думаю… Что… Если вам это всё интересно… То… Обращайтесь. За… Помощью. Мы с огромным удовольствием вам… Поможем… Решить… Ваши… Трудности. А… В случае, если вы… Эээ… Ну… Пишите, вот… Условно говоря… Не на… Не будучи настроены на… Эээ… Серьёзную работу. Вот. А работа по выходу из созависимости – это серьёзная работа. То в таком случае я бы сказал, что… Результата особенного не будет. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью.